Свершилось. Правительство Забайкальского края из уст Андрея Кефера, первого заместителя председателя правительства, заявило о приближающейся четвёртой волне COVID-19. Забайкалья не успело толком отойти от волны третьей, как по многим причинам наш край стремительно охватывает новый вал заболеваний коронавирусом и ОРВИ. Медики и санитарные врачи прогнозируют четвёртую волну COVID-19. Опасность в том, что она будет запрещена с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, чтобы не оказаться в сложной ситуации. Но вот Инна Сергеевна нет, прошу Министерства здравоохранения, Оксана Владимировна, а где Министерство здравоохранения, тогда запланировать провести все предупредительные мероприятия по подготовке стационаров, формированию запаса медикаментов, лекарств и так далее, и так далее. Ну, опыт у нас с вами, так скажем, уже бесценный, накоплен в этой части. Опыт у нас действительно бесценный. По переводу больниц в моностационары, перинатального центра в COVID-госпиталь и обратно. И это в крае, где 8 месяцев нет министра здравоохранения. Врачи не верят уже никому, бегут в другие регионы, а в краевой клинической больнице нет главного врача. На прошедшей неделе среднесуточный прирост по Забайкальскому краю достигло целых трёх десяток за сутки. Недельный показатель по Забайкальскому краю на 17% выше российского показателя. Следующий слайд. Недельные показатели. За неделю темп прироста составил 6,6% в целом по краю по сравнению с предыдущей неделей. Еженедельный доклад главного санитарного врача звучит как приговор беззаботной политики всё того же правительства, которое она неоднократно предупреждала о необходимости соблюдать противоэпидемиологические меры. К слову, по сравнению с сентябрём прошлого года заболеваемость коронавирусом возросла в 2,5-3 раза. Как остановить надвигающийся девятый вал четвёртой волны COVID-19 непонятно. И это на фоне небывалого всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. С массовой вакцинацией как от коронавируса, так и от обычного гриппа тоже проблемы. Это свидетельствует о том, о низкой заинтересованности глав администрации в вопросах вакцинации населения своего района. Это первое, что хотела бы сказать. Далее, по тем районам, которые действительно имеют низкие темпы, а надо сказать серьёзно, что в Забайкалье у нас низкие темпы вакцинации, в некоторых случаях, как говорит Светлана Эдуардовна, среднесуточное количество прививаемых мы снижались до 300 человек. И это, конечно, совершенно не даёт нам, так сказать, действенный результат формирования коллективного иммунитета. Что печальнее, низкая сознательность граждан в вопросах вакцинации или то, что заместитель губернатора говорит об этом без маски? Возможно, об этом мог ответить сам губернатор, появись он на оперативном совещании.